Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы на финансовых рынках закрываем очередной запех на 5 полноценных торговых сессий. Еще несколько отчетов, на них мы обратим внимание. Но работаем в целом с старым, таким долгосрочным новостным фоном. Этот фонд продолжает вертеться вокруг торгового противостояния, роста напряженности, хотя уже не такого уж и роста, в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Собственно, есть у меня несколько позитивных новостей, которые наверняка придутся по вкусу тем, кто все же, как и мы, ставит на укрепление курса доллара, потому что сейчас, раз у нас нет причин говорить о росте геополитической напряженности, у нас нет причин делать больше акцент на повышенный спрос, защитные активы. Кстати говоря, доллар, японская иена, вы наверняка заметили, продолжает развивать, пусть не интенсивное и не такое уж супер повышательное, но все же восходящее ранее. Это то, что как раз нам и было. Нужно то, что мы и прогнозировали. Я надеюсь, друзья, то, что после тех уровней, которые у нас сейчас, 110.67, на фоне еще и поддержки статистики, которая на текущей торговой сессии еще будет, может быть, мы так сможем добраться до сопротивления 111. В идеале бы закрытие по этой валютной паре неделю выше отметки 111. После уже будем, соответственно, на следующей неделе фокусироваться на протоколах, в последнем заседании американского регулятора, напоминаю то, что протоколы, это как раз, может быть, один из самых крутых драйверов вкупе с фактическим решением по процентной ставке, который может посопенчить даже с геополитическими новостными поводами. По протоколам, я думаю, что вы прекрасно понимаете, на какие ожидания мы с вами настраивались ранее, почему мы делали ставку на исход того, что ФРС будет вверен позиции более высоких процентных ставок. Ну, в этом мы убедимся с вами в предстающую среду, как и всегда, в 21.00 по московскому времени. Собственно, на следующей неделе у нас еще и классика жанра для начала новой недели. Это целый блок статистики по рынку труда, от EDP до Non-Farm Pails. Но единственные изменения будут в публикации этих отчетов, потому что 4 июля в США день независимости, поэтому статистика по публикации едет на сутки вперед, если вы помните. Ну, подстроимся под график выхода этих данных, фактически у нас нет выбора, мы ведь с вами делаем большой акцент на фундаментальную составляющую, и будем вместе держаться за прежнюю идею роста доллара, и рассчитывать то, что фундамент и статистика не подведет, и, соответственно, наконец-таки пара доллар-иена прорвется выше 111 и будет уже набирать высоту с целью движения к более высоким ценовым значениям. Давайте экспресс-анализ текущего экономического календаря, текущей торговой сессии проведем. В 12.00 фактически первый релиз, на который мы обязаны обратить внимание, это статистика по инфляции в еврозоне, базовый индекс потребительских цен, ключевой, пожалуй, индикатор инфляции, на который мы обязаны обратить внимание, потому что этот отчет будет напрямую влиять на риторику будущего европейского центрального банка и на конечные все-таки решения по поводу того, выходить ли из программы количественного смещения или нет. Вы помните, что касательно будущего именно программы QE у нас появились новые вводные, опять же, со ссылкой на самого Драги, что из-за вот этого торгового противостояния, которое вышло на новую фазу, скажем, остроты, если можно так выразиться, сейчас Европейский центральный банк уже в меньшей степени уверен, что дальше все будет хорошо. Действительно, экономика валютного блока, она еще ранее терпела ряд проблем из-за ухудшения статистической конъюнктуры. Сейчас, если еще и возникнут риски с долгоиграющими последствиями того, что очень сильно просядет сальдо платежного баланса, да и, собственно, изменится динамика статейных показателей экспорта и импорта, что вполне возможно, то для валютного блока, да и в целом, наверное, для всей мировой экономики могут начаться не самые лучшие времена. Но это, конечно же, немного сгущая краски. Я не хочу, чтобы вы зацикливались на этом негативе, потому что после нескольких дней неприятных новостей того, что Трамп и администрация, его личная, проводят исключительно протоксионистскую политику, у нас есть несколько позитивных сигналов. И именно эти позитивные сигналы вчера позволили, собственно, и доллару остаться на высоких уровнях. И эти позитивные сигналы были неплохо восприняты и рисковыми активами. В частности, действительно подросли все эти инструменты, на которые мы обращаем внимание. После данных по инфляции сегодня у нас личные доходы, личные расходы в США и базовый индекс расходов на личное потребление. Индикатор крайне важный, потому что это индикатор фактически инфляции. Посмотрите на прогнозы, на ожидания. Убедитесь в том, что цифры должны быть неплохими, как минимум на 0,1% ждет прирост. А поэтому у доллара есть фактически надежда получить поддержку от статистики. Ну и уж как минимум завершить эту неделю не ниже тех значений, на которых пара доллар-иена находится сейчас. 15.30 следом. В тот же самый момент, когда нашему вниманию будет представлена статистика по Штатам, выйдет еще отчет по темпам экономического роста Канады. Вот здесь мы остановимся чуть подробнее, когда переключимся на пару доллар-канадец, потому что очень сильно поменяли ожидания и поменяли буквально сзади. Я такого, честно говоря, ни разу не видел. Попробуем разобраться, с чем это связано, да и в целом, как это может сказаться на отдаче на курс национальной валюты. В 17.00 по московскому времени Мичиганский индекс по Штатам. Уверен, что так же, как и с базовым индексом расходов на личное потребление, эта статистика нас не разочарует. Да и в целом Мичиганский индекс остается в районе 100, ровно 100 пунктов. Это многолетние максимумы. Нет сейчас причин, чтобы что-то было, что-то испортилось, скажем, в настроениях потребителей. И замыкать день, как и всегда, будет отчет Бейкер-Хьюз по количеству терминалов. А теперь давайте подробнее остановимся на основных идеях, которые мы разбирали на этой неделе. И посмотрим, как, в принципе, мы замыкаем эту очередную пятидневку. По нефти 77.42, это закрытие прошлой торговой сессии, 77.50, скажем так, с небольшой погрешностью на изменения за последние минуты. Нефть остается в локальном восходящем ключе, восходящая тенденция сохраняется, трейдеры не торопятся продавать этот актив. Собственно, мы их объяснили локально, с чем был связан этот прогресс, этот позитив. Но, пожалуй, рынок все еще резонирует, опять же, от статистики по запасам, которая была опубликована от администрации энергетической информации позавчера, по сути. И эта статистика превзошла все ожидания, в несколько раз, между прочим. По запасам рекордное снижение в этом году, больше, чем на 9 миллионов. Прогноз, как вы помните, тоже предполагал снижение, но в 4 раза меньше, практически 2 с небольшим. Мы говорили о том, что в этот раз статистика по запасам совпала с предыдущим отчетом от Американского института нефти. Наверное, выводы здесь никакие не нужно делать. Просто так, для общего сведения. Почему просели запасы? Объяснение, на мой взгляд, на поверхности. Это, если посмотреть, сколько нефти экспортировали США за такую же минувшую неделю, то понятно, что рекордные показатели по экспорту подразумевают более высокие показатели загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Ну и все это сказывается в более высоких потреблениях сырья. Поэтому каких-либо вопросов к этой статистике, наверное, сейчас быть не должно. Также мы отметили, я думаю, что не только мы, а буквально все, кто следит за рынком нефти, что сейчас почему-то трейдеры продолжают оставаться в таком состоянии нервозности, из-за того, что на рынке активно обсуждают, что могут сделать Соединенные Штаты Америки с теми странами, которые, вопреки их воле, будут продолжать закупать иранскую нефть. Но, наверное, нужно успокоиться по этому поводу, потому что все же, как ни крути, рычаги воздействия Соединенных Штатов Америки, они уж и не такие многообразные. Да, их много, но есть и международные инстанции, с которыми им нужно будет считаться, тем более, что за последние недели вы сами прекрасно видели и сами знаете, как Соединенные Штаты Америки настроили мировую экономику против себя. Поэтому сейчас формируются коалиции для того, чтобы давать отпор, пусть пока что и словесный, давать отпор именно вот этой протекционистской позиции США, потому что многих она не устраивает. И если уж говорить юридическим языком, действительно, страны могут аргументировать свою контрпозицию. Почему? Потому что, в отличие от Соединенных Штатов Америки, они не нарушали общие принципы равенства и справедливости, которые прописаны в основном в механизме ВТО. И те страны, которые столкнулись с импортными пошлинами и тарифами со стороны США, они как раз и выражают протест и тут же обращаются для рассмотрений, для многосторонних обсуждений и переговоров во внешнеторговую организацию. Не знаю, к чему все это приведет, друзья, но, может быть, из-за того, что за последние дни, вот в последние две торговые сессии, можно сказать, с конца торговой сессии среды, немножечко смягчилась риторика Драги, видимо, консультации дали какой-то, скажем, результат, и, возможно, его советники все же убедили его, что позицию протекционизма, ее можно продолжать и дальше, но, может быть, не в такой явной форме. И не стоит забрасывать рынок твитами о том, что экономика Соединенных Штатов Америки на первом месте, а все остальные это, скажем, второй и третий сорт. Я думаю, друзья, вы со мной согласитесь, что за последние два дня не просто так произошли изменения в этих рисковых настроениях. Они, прежде всего, были связаны с тем, что еще вчера мы говорили тоже с комментариями со ссылкой непосредственно на Трампа, что он пересмотрел самый, наверное, болезненный для мировой экономики вопрос ограничения инвестиций в компании, в частности, китайских инвестиций в американские компании с доступом к высоким технологиям, к важным технологиям. Но многие страны стали развивать это вплоть до того, что эти инвестиции могут коснуться вообще всех регионов. Трамп изменил свою риторику, отметив, что никаких экстраординарных мер приниматься не будет, все в рамках законодательства. И плюс ко всему, вчера на рынок поступили тоже сообщения со ссылкой на Трампа о том, что лично раньше, вы помните, высказывался Стивен Мнучин, который является главным казначеем США, о том, что США готовы сесть за стол переговоров с Китаем, но сейчас это уже были комментарии со ссылкой на Трампа, что Америка готова к переговорам и не хочет, чтобы мировая экономика оказалась в состоянии торговой войны, поскольку у Соединенных Штатов Америки нет такой цели. Соединенные Штаты Америки хотят выровнять показатели торгового баланса и немножечко уравновесить, привести к более справедливым уровням от потоки экспорта и импорта. Конечно же, с Китаем это очень актуальная тема. Поэтому рынок немного выдохнул, рынок немного успокоился. Американская фондовая секция впервые за много дней выросла, даже потому что снизилось то давление, которое использовал технологический сектор. Кстати, действительно, для СНП именно технологический сектор из-за того, что раз Штаты заняли такую позицию, значит Китай может пойти на ответный мир и прежде всего ударить по тем компаниям, которые на территории Китая. И именно технологии, а эти крупные компании по капитализации стали проседать. Но вот из-за изменения новостного фона в последние дни, как я уже отметил, настроение улучшили, все технологический сектор выстрелил и, собственно, поспособствовал тому, что СНП вернулось к уровням о середине недели. Ладно, немного отвлеклись, давайте вернемся к нефтянке. Я отметил то, что рынок отходит от статистики по запасам и, собственно, еще отыгрывает опасения, предполагающие совершенно нескорые возможные санкции со стороны США в адрес тех стран, которые будут прежнему закупать иранскую нефть. Перезагрузка настроений и, в целом, вот этого восприятия новостного фона произойдет, друзья. Возможно, рынку нужно успокоиться уже, это произойдет в выходные. На следующей неделе мы с большей объективностью, наверное, вернемся к решению ОПЕК-плюса поднять совокупный показатель добычи. Мы будем говорить с вами и о планах Саудовской Аравии, превзойти даже, предполагаем этот уровень, потому что Саудовская Аравия в единоличном ключе может увеличить производство на 200 тысяч баррелей. Мы с вами будем говорить со ссылкой уже на Бейкер, Хьюз и столько, сколько нефти добывается в Штатах и сколько нефти может добываться с учетом новых данных по количеству нефтяных терминалов. И, в конце концов, я думаю, что у нас будет с вами повод вернуться к риску того, что запасы снова могут перевалить за последний уровень за последние пять лет. Поэтому долгосрочные ориентиры по нефти, как вы понимаете, я вижу только лишь в Медвежии. Но, конечно же, нужно отдать должность сейчас покупателям. Если они хотят, опять же, отыгрывать вот этот локальный позитив, как осрочный, наверное, трудно с ним бороться. Поэтому, как и ранее, будем возвращаться к продажам по мере смещения бренда в район 74. Как раз это такой пограничный рубеж возвращения в рамках уже нисходящего канала. Рубль 62.80, небольшие изменения рублей, я думаю, что не стоит даже их обсуждать. Конечно же, откат, латильность, потом снова ослабление. Это сменяемые друг друга циклы движения рубля. Цели вы знаете, цели будут эти достигнуты. По евро-доллару 1.1526. 26 пунктов нам не хватило до нашей цели, и рынок снова откатил. Потому что, как я уже отметил, немного изменился подход Соединенных Штатов Америки к тем ограничениям, которые они накладывали. Они еще сохраняются, но США дали понять, что многие из них носят отзывной характер. И при возобновлении переговоров, возможно, удастся договориться. Я хочу отметить, друзья, то, что сегодня продолжается саммит Европейского Союза. И вчера я попробовал повестку, протокол найти первого дня. Но не очень много информации по этому поводу. Поэтому я все же рискнул сказать, что вопрос миграции, который является очень важным для Европейского Союза, еще не поднимался. Напоминаю то, что у партии Меркель и в целом у ее правительственной коалиции сейчас очень много проблем с этим вопросом. И проблемы, они связаны с разным мнением внутри этой коалиции. То есть, как вы помните, партия Меркель договорилась с оппозиционерами. И по мигрантам у них совершенно другие мнения. Вот считается, что если до воскресенья общий язык не будет найден, то это потенциальный тоже, скажем, кризис уже немецкой власти, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я думаю, конечно же, договорятся. Но мы уйдем с вами на выходные в состоянии такой неопределенности. И с такой же неопределенностью будем ждать торговую сессию понедельника. То есть, риски политические, помимо тех прочих статистических, о которых я говорю, они по-прежнему есть. Сегодня, кстати, по статистике отметил, что ждем данные по инфляции, по базовому индексу потребительских оцен. Если прогноз подтвердится и действительно показатель снизится с 1,1% до 1%, тогда евро снова окажется под давлением. Да и в целом, я думаю, друзья, что вы видите больше потенциала вместе со мной во слабости, главного валютного риска. Поэтому, если хотите рискнуть, если хотите поторговать евро-долларом сейчас, я даже текущий уровень считаю довольно неплохим для того, чтобы занимать короткие позиции. Доллар-иена. Не будем сейчас снова уходить в позицию протекционизма Трампа. Поговорили уже об этом. Давайте еще коснемся нескольких отчетов, которые вышли вчера. Это годовые данные по ВВП. А статистика оказалась хуже на прошлого показателя 2,2%. Если раньше, сейчас 2%. Но вы сами прекрасно видели, что особо доллар-то не стал негативить по этому поводу. А знаете почему? Да потому что это статистика за первый квартал. Эта статистика подтвердила, что в первом квартале были проблемы с активностью потребителей, но сейчас все уже иначе. Последние отчеты, которые мы получали, указывают на то, что активность потребителей не просто выровнялась, не просто восстановилась к уровням конца прошлого года. Она находится на многомесячных максимумах. Активность потребителей – это катализатор для экономики в целом. Соответственно, учитывая еще и прогресс на рынке труда, который влияет на активность потребителей, потому что рынок труда, между прочим, это еще и динамика роста зарывных плат. Вы помните, что там тоже все хорошо. Я думаю, что второй квартал будет гораздо лучше. И я думаю, что Трамп сделает эти обещанные 3% в 2018 году, которые были им заявлены. Сегодня ждем в основном из всех отчетов, которые я озвучил, большую ставку нужно будет сделать на базовый индекс расходов на личное потребление. По ожиданиям рост 0,1% на 0,1% и к инфляции можно будет сразу прибавить этот показатель. Если прогнозы подтвердятся, вы увидите то, что американская валюта воспользуется поддержкой этой статистики и действительно у нас может протестировать сопротивление 111. Фунт против доллара 1,3048 минимальное значение. 1,31 это сейчас мы восстановились до этого уровня. Восстановление произошло на фоне комментариев Халдена, который является третьим голосующим членом Банка Англии, который проголосовал за повышение процентной ставки. Произошло это, между прочим, впервые за 10 лет. Вот так вот изменилось его мнение. Халден дал комментарий о том, что будет использовать все свое влияние, чтобы убедить прочих, получается, 6 членов Банка Англии, которые считают, что ставки не нужно повышать, потому что их нужно было бы повысить. Потому что только повышение процентной ставки сейчас сможет сбить инфляцию, тормозящую активность потребителей. Помните, я приводил вам конкретные цифры, насколько подсела потребительская активность, как это сказалось на экономическом росте. Ставки нужно повышать, потому что более действенного инструмента давления на показатели инфляции просто нет. Поэтому мы с вами будем ждать, конечно же, следующее заседание Банка Англии. Но все равно верим, ориентируемся в то, что в августе ставки повысят, и в связи с этим, собственно, британская валюта будет котироваться гораздо выше. Напоминаю, что сегодня второй день саммита Европейского Союза, и мы все еще ждем позитив по Брекзиту. Если он появится, вы все прекрасно увидите в динамике пары доллар лично. Еще хотел пару слов сказать про доллар-канадец, по поводу того, почему, что было необычного в прогнозах и ожиданиях по этому отчету. Темп экономического восстановления. Всю неделю я видел, как значился прогноз, падает на минус на 0,1%. Сегодня, смотрю, экономический календарь, и уже нулевой прирост и ожидание пересмотра прошлого показателя. Не знаю, с чем это было связано. Хочу вас подготовить, друзья, к тому, что даже если статистика выйдет хуже ожиданий, особого негатива не будет, потому что есть сезонные причины и факторы того, что ОВП мог бы просесть. Это плохая погода, которая сказалась на активности потребителей. Попросту говоря, они, потребители домохозяйства, в определенный период времени решили посидеть дом, а не идти в магазины. И второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, буквально несколько дней назад, говорил о закрытии одного из крупнейших месторождений. Это непременно повлияло на показатели добычи, выработки и загрузки промышленного сектора. То есть даже если мы увидим спад, я уверен, что он воспримется банком Канады нормально, как сезонное явление, как отчет, который не перерастет в нечто большее, и в следующий раз статистика уже будет лучше. Я, понимаете, настраиваю вас, друзья, на то, что мы с вами сделали ставку на то, что канадский доллар должен укрепиться, потому что очень странно видеть рост цен на нефть и ослабление канадца. И вот вчера как попали в точку, потому что именно вчера и начался вот этот разворот, о котором мы говорили. Я предлагаю поддержать пока короткие позиции по паре доллар-канадец. И не потому, что что-то произошло с долларом, а только потому, что я верю, что канадец будет дисконтировать дальше сам факт своей перепроданности, то есть будет отыгрываться. Канадец будет использовать высокие цены на нефть, чтобы, соответственно, упрощить свои позиции. Канадец вправе использовать смягчение позиции Трампа, потому что если Трамп готов сесть застал от переговоров с Китаем, возможно, это произойдет и в переговорах с Канадой. Ну и, конечно же, темп экономического роста, который я сегодня только что вам охарактеризовал по ожиданиям. Представляете, если вопреки всего, что было сказано, экономическое восстановление превзойдет ожидания, и мы увидим прирост на 0,1%. Тогда канадец, конечно же, вырастет. Поэтому давайте поставим такую локальную цель по паре доллар-канадец, что этот бюджет актива сможет скорректироваться в район 1,30. То есть больше 200 пунктов практически. Почему бы и нет? Пока что не будем продавать канадца. В Риме еще не пришло. Мы заработали на продаже канадца, но чтобы снова присоединяться к ним, нужно, чтобы рынок немножко разгрузился. Золото под давлением 1250 сделали, уверен, дальше будет 1240. 1240 золото не смогло укрепиться даже на фоне эскалации торговой неопределенности. Сейчас этот фон уже не актуальный. Поэтому при росте доллара золото будет сбавлять свои позиции. Австралийца тоже не достиг нашей цели, немного. Но в следующий вторник заседание Резервного банка Австралии, в прошлый раз, когда собирался Резервный банк Новой Зеландии, как раз решение помогло достигнуть цели по Новой Зеландцу. Я уверен, что именно это произойдет и во вторник. Потому что мягкой риторики Резервного банка Австралии будет достаточно, чтобы пара потеряла чуть больше 50 пунктов, а там уже будет рукой подать до цели 0,73. По Новой Зеландцу пока снова в режиме ожидания в стране. Смотрим за тем, как будут развиваться события дальше. И смотрим за тем, как все-таки рынок выберется из вот этой темы торгового конфликта. Друзья, на этом, собственно, и все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Закрытие недели. Увидимся мы с вами, как и всегда, в понедельник в 9.30 в московском времени в прямом эфире через перескоп. Всего доброго. До свидания.